так продолжаем текстурировать нашу бутылочку для этого мы сделаем сейчас еще один материальчик так пойдем с ним неудобно здесь работать так но нам не этот материал может нам нужен материал от корона вот дефуз затем ним тут reflection переключимся мы включим рефлексу здесь поиграем с этими настройками то есть ну где-то и вот так нам сделаем как должна выглядеть черная крышка то есть у нее должны быть небольшие там это свет но я думаю что вот так будет достаточно для крышечка если надо то можем подогнать лучше так где у нас крышка вот цилиндр это пришло вот так смотрим да как раз то что можно сейчас поближе смотрим смотрим поближе так и включаем рендер да вот так она и выглядит хорошо очень не надо следующий этап самый сложный это вот сок внутри показать и стеклянную бутылку кстати о рефлекции вы заметили что наши как бы очень так-то смотрится плосковато из-за этого давайте-ка мы сейчас тоже рефлекция включим здесь но так много не надо нам хоть немножко надо чтобы оно отражало вот так наверно будет хорошо и теперь можно посмотреть как оно при свете будет при рендеринге ну вот долго это все увидеть но во всяком случае всегда мы можем здесь добавить добавить убавить то есть поиграться вот здесь с этими настройками и сделать так как хочется ну хорошо теперь давайте займемся стеклом самим прозрачным пластиком создадим еще один материал так и сразу же скажем рефлекции ну и рефлекции диффуз надо будет отключить он нам не нужен с этим прозрачным материалом надо поработать в том плане что это же не стекло это пластик поэтому тут не можем так делать как допустим со стеклом вот стекло поэтому нам нужно немножко уменьшить рефлекцию пускай будет а вот редакшн и вот левел тоже чуть потемнее сделать так так здесь чуть-чуть добавить шероховатости непрозрачности вот чуть-чуть конечно ну вот это уже больше более менее похоже на пластик если вы сквозь него смотрите искривление и так далее все отлично окей теперь нужно выделить то самое место куда мы это будем заливать а это вот оно так и давайте теперь выделим это все вот эту часть и кинем туда наши вот она сейчас взяла только этот кусочек смотрим она вообще-то взяла все так давайте повторим то есть я вот выделил еще раз вот это место нет побольше и теперь прямо на него я кидаю вот если на него кидая получается тот треугольничек тогда он взял только вот эту часть и следующее мы делаем инверт вот мы инвертировали теперь это будет нам для соку ну а далее мы делаем еще раз короновский материал так и кидаем его вот сюда теперь получаем еще один треугольничек отлично и вот тут теперь начинаем с этим делом колдовать вот этим материалом так первым чем мы займемся это рефлексом включим рефлексом ну сок так не может отражать это понятно поэтому мы сейчас сразу снизим немножечко вот тут ну да 80 скажем вот так так потом уберем вот такое отражение мы делаем где-то так здесь чуть-чуть добавим вот так ну то есть вот чуть-чуть отражение добавили и теперь рефракшин пойдем вот она прозрачная да но таким сок быть естественно не может вот поэтому глоссинг то мы ему под подпортим ну здесь то тоже нам столько не надо вот так полупрозрачный сачок сделаем ну примерно всегда потом можем вернуться и тут что-то подделать всяком случае так уже хорошо так следующая наша программа это вот displacement вот так в текстуры пойдем и тут шумы вот и шумами конечно это нам такие шумы не нужны нам шумы должны такие расплывчатые быть и мы сейчас их так и сделаем это шейдер приготовим шейдер да и вот здесь возможно сразу мы сейчас увеличим глобальное скалирование ну не знаю 400 или 500 сделаем где-то так наверное так ну давайте оставим 400 хорошо пойдем сюда теперь вот это максимальный левел сделаем 1.8 допустим вот такой у нас будет теперь displacement ну и следующее это у нас вот эта галочка волюметришь 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 вот здесь мы должны вот эти два колора сделать то есть два цвета один из них допустим будет светленький вот такой а второй будет потемнее это тоже так сказать это может быть и даже и по оранжевое чуть-чуть не знаю это все тоже методом тыка смотрим как у нас это все будет поглядим сейчас должно здесь проявиться в конце концов в итоге у нас появился вот такой сачок так вот он все правильно стоит ну и по идее если мы сейчас рендерим это дело то он должен быть тут вот угу горя так последнее что мы с вами сделаем то мы видим что вот эта часть должна быть света пошире да и это тоже и поярче ну это без проблем где у нас там было их надо поставить ее как он должна быть потом уже смотреть свет ну и так я вижу что одну из них надо поярче делать однозначно возможно поднять повыше так давайте глянем здесь штука к чему че по чему вот это корона мы повыше подымем так да именно эту корону повыше подымем и скажем ей что давайте до 10 и доведем 10 допустим и поширше так а эту корону мы тоже сделаем чуть шире но я думаю что ей надо 3 или 4 сделать так и тут же ее малость приподнять наклонить так смотрим теперь ну тут зависит все от того какой у нас тут reflection сайт на этом материале можем его немножко поднять вот тут reflection поэтому конечно немножко запаздывать я думаю что вот так будет достаточно да конечно это именно то ну а теперь останется только покрутить туда-сюда поставить больше света меньше чтобы получилось более живо и живописно я сейчас этим сейчас займусь и в концовке я вам уже покажу готовый результат ну вот так выглядит после некоторого времени наша бутылочка я не стал ее большой рендеринг потому что это время занимает ну во всяком случае уже видно что получилось совсем совсем неплохо ну ладно на этом мы заканчиваем всем доброго пока пока